Здравствуйте! Впереди Новый Год и все мы живем в ожидании чудес. И сегодня мы решили приблизить это самое чудо и сотворить его своими руками. Вернее, руками Ольги Цветковой. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Надежда! Мы к вам за чудесами! Чудеса будут, да. Все мы хотим верить в чудеса, особенно перед Новым Годом. А сегодня мы с вами сделаем феечку, которая исполняет все-все-все желания. Отлично! Да, мы ее будем делать из шерсти для валяния. Вот такая замечательная шерсть, продается вот прямо вот в таких вот мотках. Да, она очень пушистая и способ сухого валяния заключается в том, что используются иголки, которые имеют на своем конце крючки, которые, проходя через шерсть, этими пушистыми отволосками ее сшивают. Получается такой же эффект, как будто бы мы шили на швейной машинке и просто прошивали ткань. И чем больше мы работаем такими иглами, тем больше ткань прошивается, все волоски на шерсти соединяются и получается отдельный продукт. Мы будем делать феечку, и сначала нам нужно сделать ей туловище. Туловище мы будем делать из белой шерсти. Сначала мы сформируем голову нашей феечки, чуть-чуть побольше сюда шерсти завернем. Потом у нее будет такая тоненькая шея, и стилизованные ножки будут уходить внизу. Тоже нам нужно будет внизу туловище феечки побольше шерсти. Ее туловище будет выглядеть как кегля или как пешка в шахматах. И мы будем иглой сцеплять это все? Мы будем это все сцеплять иглой. Мы возьмем губку, мы возьмем две иглы. Одна игла нам пока не нужна, у нее маленькие крючки. Это для заключительной работы. Сейчас нам нужна игла с большими крючками для начальной работы. Можно работать с помощью губки. Кто боится уколоть палец, он работает на губке. Я часто работаю без губок, просто держа шерсть в руках. Я часто этим занимаюсь, поэтому я уже привыкла и не боюсь уколоться. Ну вот, она уже больше похожа на то, что мы хотим добиться. То есть форма у нас уже похожа, у нас уже выделяется голова. Она уже такая плотная. Она уже плотная, она уже не похожа на клочок шерсти, да. Но это еще не готовый продукт. Хочу обратить внимание на то, что чем больше мы в одно место втыкаем иголку, тем это место становится плотнее и меньше в размере. То есть вот наш кусочек шерсти, он у нас становится все меньше в объеме, да. Но он никуда не делся, он просто становится плотнее. И у нас ворсинка к ворсинке у шерсти приваливается. Все упорядочивается. Да. Вот тут нашей грубой иголке становится уже сложно, поэтому мы ее заменим на иголку, которая для финишных работ. Фигурка заметно уменьшилась. Да. В размере она очень-очень сильно уменьшилась. И выровнялась. У нее появилась шея, да, и очень ровная подставка. Вот. Пожалуй, на этом мы изготовление туловища нашей феечки закончим. Вот. И приступим уже к тому, чтобы превращать вот эту вот заготовку в нашу волшебную фею, которая будет исполнять желание. Я возьму бисер и пришью нашей феечке глаза. Нам подойдут темные бусинки или... Ну, так как у нас феечка волшебная, давайте ей сделаем или голубые глаза, или зеленые, какие-нибудь яркие, выразительные. Мы взяли иголку и... Ну вот. Глаза у нашей феечки уже пришиты. Вот. Она уже начинает похоже на волшебного человека. Вот. А мы продолжим ее трансформацию. Ну, наверное, ей нужна какая-то совершенно волшебная шевелюра. Давайте посмотрим, какая у нас здесь есть шерсть. А пускай у нее будет вот такая вот волшебная... Ярко-бордовая шевелюра. Мы возьмем, перехватим ее посередине. И теперь приваляем. Опять же, не пришиваем, а приваляем. Да, мы все приваливаем. Да, мы готовим валеную вещь. Вот. Как будто бы у нас у нее пробор. То есть, она может быть такая фея с распущенными волосами. Может быть, у нее будет много-много косичек. А может быть, у нее будут какие-то барашки, корзиночки на голове. Я не знаю. Значит, у нас волосы привалены. Но они привалены у нас только по центру, по пробору. Теперь по линии волос вот так вот мы сделаем. И вот здесь вот приваляем эту шерсть. Для того, чтобы у нас окантованное личико нашей феи было полностью шерстью. Что же мы сделаем за прическу? Давайте сделаем ей две косички. Давайте. Разделим волосы. Заплетем ей косы. Конечно же, нам для кос нужен бантик. Две косы, два бантика. Наша феечка похожа на девочку становится. Молодая, энергичная, игривая феечка. Феечка-девочка. Которая сотворит много волшебных дел. Мы будем верить в том, что она выполняет наши желания. Загадывать желания она и будет выполнять. И от того, как сильно мы будем в это верить, зависит и выполнение желаний. Вот такая у нас прическа. Теперь мы будем феечку одевать. Ну, конечно, фея – это волшебный герой. И какое у нее может быть платье? А такое же, наверное, волшебное. Возьмем голубую шерсть. Можно шерсть обрывать, а можно ее резать ножницами. Так как нам нужен такой край, не пушистый, то мы нарежем шерсть ножницами вот на такие вот. А платье тоже у нас будет валеное? Оно у нас будет приваленное. Но не совсем. Приваленное. Приваленное. Оно у нас будет пушистое. Мы берем шерсть, которую отрезали от натка. И в середине, вот здесь, мы будем приваливать к талии нашей куклы. Частями. То есть мы взяли вот первую часть шерсти и приваливаем ее к талии нашей куклы. Сейчас мы будем нашей феечке делать руки. Да, мы руки еще не сделали, потому что вот руки мы будем делать мокрым способом. Мы укатываем нашей феечке вот такие вот руки. После того, как мы произвели такие действия, нам нужно будет эту шерсть подсушить. Мы снова берем иглу для валяния и приваливаем нашей феечке в руки. Вот такая замечательная фея у нас получилась. Отлично. Если бы мы тем же самым способом мокрого валяния замочили бы шерсть и сваляли бы ткань валеную, вот такую вот ткань, у нас бы такая вот ткань получилась, вот она сейчас высохла, я ее заранее заготовила, то мы... Это уже мы без иглы сваляли. Без иглы, да, это мы сделали с помощью воды и мыльного раствора, да, то потом мы могли бы сшить нашей феечке, допустим, пальто или скроить ей шляпу. У меня есть феечки, у которых есть из вот мокрым способом... Именно таким способом, да. Вот такое вот платье, вышитое бисером, вот, есть феечка. Фальто. Фальто, да, то есть вот мы можем сделать все, что угодно. То есть наша феечка может быть любая, она зависит только от нашей фантазии. Вот. А сегодня мы сделали вот такую вот волшебную, замечательную в Васильковом платье феечку, которая будет исполнять желание. Спасибо огромное, Ольга, но вы ведь не случайно делаете феечек в преддверии Нового года? Да, феечек перед Новым годом я делаю для благотворительной ярмарки, которая будет в 109-м детском саду перед Новым годом. И там этих феечек можно будет приобрести и помочь детям, которым сейчас очень нужно лечение.